Евангелие от Луки, глава одиннадцатая. Случилось, что когда он в одном месте молился и перестал, один из учеников его сказал ему, «Господи, научи нас молиться, как и Иоанн научил учеников своих». Он сказал им, «Когда молитесь, говорите, «Отче наш, сущий на небесах, да светится имя Твое, да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как на небе. Хлеб наш насущный, подавай нам на каждый день. И прости нам грехи наши, ибо и мы прощаем всякому должнику нашему, и не введи нас в искушение, но избавь нас от лукавого». И сказал им, «Положим, что кто-нибудь из вас, имея друга, придет к нему в полночь и скажет ему, «Друг, дай мне взаймы три хлеба, ибо друг мой с дороги зашел ко мне, и мне нечего предложить ему». А тот изнутри скажет ему в ответ, «Не беспокой меня, двери уже заперты, идите мои со мною на постели, не могу встать и дать тебе». Если, говорю вам, он не встанет и не даст ему по дружбе с ним, то по неотступности его встав, даст ему, сколько просит. И я скажу вам, просите, и дано будет вам, ищите и найдете, стучите и отворят вам, ибо всякий просящий получает, и ищущий находит, и стучащему отворят. «Какой из вас отец, когда сын попросит у него хлеба, подаст ему камень? Или когда попросит рыбу, подаст ему змею вместо рыбы? Или если попросит яйца, подаст ему скорпиона? Итак, если вы, будучи злы, умеете даяние благие давать детям вашим, тем более отец небесный даст духа святого просящим у него». Однажды изгнал он беса, который был нем, и когда бес вышел, немой стал говорить, и народ удивился. Некоторые же из них говорили, он изгоняет беса в силу Вильзевула, князя бесовского, а другие, искушая, требовали от него знамения с неба. Но он, зная помышление их, сказал им, «Всякое царство, разделившееся само в себе, опустеет, и дом, разделившийся сам в себе, падет. Если же и сатана разделится сам в себе, то как устоит царство его? А вы говорите, что я силою Вильзевула изгоняю бесов. И если я силою Вильзевула изгоняю бесов, то сыновья ваши чьей силой изгоняют их? Посему они будут вам судьями. Если же я перстом Божьим изгоняю бесов, то, конечно, достигло до вас царствие Божие. Когда сильный с оружием охраняет свой дом, тогда в безопасности его имения. Когда же сильнейший его нападет на него и победит его, тогда возьмет все оружие его, на которое он надеялся, и разделит похищенное у него. Кто не со мною, тот против меня. И кто не собирает со мною, тот расточает. Когда нечистый дух выйдет из человека, то ходит по безводным местам, ища покоя и не находя, говорит, «Возвращусь в дом мой, откуда вышел». И придя, находит его выметенным и убранным. Тогда идет и берет с собой семь других духов, злейших себя, и, войдя, живут там. И бывает для человека того последнее хуже первого. Когда же он говорил это, одна женщина, возвысив голос из народа, сказала ему «Блаженно чрево носившее тебя, и сосцы тебя питавшие». А он сказал «Блаженно слышащие Слово Божие и соблюдающие его». Когда же народ стал сходиться во множестве, он начал говорить «Род сей лукав, он ищет знамения, и знамений не дастся ему, кроме знамений Ионы Пророка. Ибо как Иона был знаменем для ниниевитян, так будет и сын человеческий для рода сего. Царица Южная восстанет на суд с людьми рода сего и осудит их. Ибо она приходила от пределов земли послушать мудрости Соломоновой, и вот здесь больше Соломона. Ниниевитяне восстанут на суд с родом Сим и осудят его, ибо они покаялись от проповеди Иониной, и вот здесь больше Ионы. Никто, зажегши свечу, не ставит ее в сокровенном месте, ни под сосудом, но на подсвечнике, чтобы входящие видели свет. «Светильник тела есть око. Итак, если око твое будет чисто, то и все тело твое будет светло. А если оно будет худо, то и тело твое будет темно. Итак, смотри, свет, который в тебе, не есть ли тьма? Если же тело твое все светло и не имеет ни одной темной части, то будет светло все так, как бы светильник освещал тебя сиянием». Когда он говорил это, один фарисей просил его к себе обедать, он пришел и возлег. Фарисей же удивился, увидев, что он не умыл рук пред обедом. Но Господь сказал ему, «Ныне вы, фарисеи, внешность чаши и блюда очищаете, а внутренность ваша исполнена хищение и лукавство. Неразумные, не тот же ли, кто сотворил внешнее, а сотворило внутреннее. Подавайте лучше милостыню из того, что у вас есть, тогда все будет у вас чисто. Но горе вам, фарисеям, что даете десятину смяты, руты и всяких овощей и не родите о суде и любви Божьей, сие надлежало делать и того не оставлять. Горе вам, фарисеям, что любите председания в синагогах и приветствия в народных собраниях. Горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры, что вы как гробы скрытые, над которыми люди ходят и не знают того». На это некто из законников сказал ему «Учитель, говоря это, ты и нас обижаешь». Но он сказал «И вам, законникам, горе, что налагаете на людей бремена неудобоносимые, а сами и одним перстом своим не дотрагивайтесь до них. Горе вам, что строите гробницы пророкам, которых избили отцы ваши. Сим вы свидетельствуете о делах отцов ваших и соглашаетесь с ними, ибо они избили пророков, а вы строите им гробницы». Потому и премудрость Божия сказала «Пошлю к ним пророков и апостолов, и из них одних убьют, а других изгонят. Да взыщется от рода сего кровь всех пророков, пролитая от создания мира, от крови Авеля до крови Захарии, убитого между жертвенником и храмом. Ей, говорю вам, взыщется от рода сего. Горе вам, законникам, что вы взяли ключ разумения, сами не вошли, и входящим воспрепятствовали». Когда он говорил им это, книжники и фарисеи начали сильно приступать к нему, вынуждая у него ответы на многое, подыскиваясь под него и стараясь уловить что-нибудь из уст его, чтобы обвинить его. Евангелие от Луки, глава 12. Между тем, когда собрались тысячи народа, так что теснили друг друга, он начал говорить сперва ученикам своим, «Берегитесь закваски фарисейской, которая есть лицемерия». Нет ничего сокровенного, что не открылось бы, и тайного, чего не узнали бы. Посему, что вы сказали в темноте, то услышится во свете. И что говорили на ухо внутри дома, то будет провозглашено на кровлях. Говорю же вам, друзьям моим, не бойтесь убивающих тело и потом не могущих ничего более сделать. Но скажу вам, кого бояться? Бойтесь того, кто по убиении может ввергнуть в гиенну. Ей, говорю вам, того бойтесь. Не пять ли малых птиц продаются за два ассария, и ни одна из них не забыта у Бога. А у вас и волосы на голове все сочтены. И так не бойтесь, вы дороже многих малых птиц. Сказываю же вам, всякого, кто исповедует меня пред человеками, и сын человеческий исповедует пред ангелами Божьими. А кто отвергнется меня пред человеками, тот отвержен будет пред ангелами Божьими. И всякому, кто скажет слово на сына человеческого, прощено будет. А кто скажет хулу на святого духа, тому не простится. Когда же приведут вас в синагоги, к начальникам и властям, не заботьтесь, как или что отвечать или что говорить. Ибо святой дух научит вас в тот час, что должно говорить. Некто из народа сказал ему, учитель, скажи брату моему, чтобы он разделил со мною наследство. Он же сказал человеку тому, кто поставил меня судить или делить вас. При этом сказал им, смотрите, берегитесь любостяжания, ибо жизнь человека не зависит от изобилия его имения. И сказал им притчу, у одного богатого человека был хороший урожай в поле, и он рассуждал сам с собой, что мне делать. Некуда мне собрать плодов моих. И сказал, вот что сделаю, сломаю житницы мои и построю большее, и соберу туда весь хлеб мой и все добро мое. И скажу душе моей, душа, много добра лежит у тебя на многие годы, покойся, ешь, пей, веселись. Но Бог сказал ему, безумный, всю ночь душу твою возьмут у тебя, кому же достанется то, что ты заготовил. Так бывает с тем, кто собирает сокровища для себя, а не в Бога богатеет. И сказал ученикам своим, посему говорю вам, не заботьтесь для души вашей, что вам есть не для тела, во что одеться. Душа больше пищи, и тело одежды. Посмотрите на воронов, они не сеют, не жнут, нет у них ни хранилищ, ни житниц, и Бог питает их. Сколько же вы лучше птиц! Да и кто из вас, заботясь, может прибавить себе роста, хотя на один локоть? Итак, если и малейшего сделать не можете, что заботитесь о прочем? Посмотрите на лилии, как они растут, не трудятся, не придут, но говорю вам, что и Соломон во всей славе своей не одевался так, как всякая из них. Если же траву на поле, которая сегодня есть, а завтра будет брошена в печь, Бог так одевает, то коль ми пачи вас, маловеры. Итак, не ищите, что вам есть, или что пить, и не беспокойтесь, потому что всего этого ищут люди мира сего. Ваш же Отец знает, что вы имеете нужду в том. Наипаче ищите Царствие Божие, и это все приложится вам. Не бойся, малое стадо, ибо Отец ваш благоволил дать вам Царство. Продавайте имение ваше и давайте милостыню. Приготовляйте себе влагалище неветшающее, сокровище неоскудевающее на небесах, куда вор не приближается и где моль не съедает. Ибо где сокровище ваше, там и сердце ваше будет. Да будут через слава ваши припоясаны и светильники горящие. И вы будьте подобны людям, ожидающим возвращения господина своего с брака, дабы, когда придет и постучит, тотчас отворить ему. Блаженны рабы те, которые господин придя, найдет бодрствующими. Истинно говорю вам, он припояшется и посадит их, и, подходя, станет служить им. И если придет во вторую стражу и в третью стражу придет и найдет их так, то блаженны рабы те. Вы знаете, что если бы ведал хозяин дома, в который час придет вор, то бодрствовал бы и не допустил бы подкопать дом свой. Будьте же и вы готовы, ибо в который час не думаете, придет сын человеческий. Тогда сказал ему Петр, Господи, к нам ли притчи сию говоришь, или и ко всем? Господь же сказал, кто верный и благоразумный домоправитель, которого господин поставил над слугами своими раздавать им в свое время меру хлеба? Блажен раб тот, которого господин его придя, найдет поступающим так. Истинно говорю вам, что над всем имением своим поставит его. Если же раб тот скажет в сердце своем, не скоро придет господин мой и начнет бить слуг и служанок, есть и пить и напиваться, то придет господин раба того в день, в который он не ожидает и в час, в который не думает, и рассечет его, и подвергнет его одной участи с неверными. Раб же тот, который знал волю господина своего и не был готов, и не делал по воле его, бит будет много. А который не знал и сделал достойное наказание, бит будет меньше. И от всякого, кому дано много, многое потребуется, и кому много вверено, с того больше взыщут. Огонь пришел я не звести на землю, и как желал бы, чтобы он уже возгорелся. Крещением должен я креститься, и как я томлюсь, пока сие совершится. Думаете ли вы, что я пришел дать мир земле? Нет, говорю вам, но разделение. Ибо отныне пятеро в одном доме станут разделяться, трое против двух, и двое против трех. Отец будет против сына, и сын против отца, мать против дочери, и дочь против матери, свекровь против невестки своей, и невестка против свекрови своей. Сказал же и народу, когда вы видите облако, поднимающееся с запада, тотчас, говорите, дождь будет, и бывает так. И когда дует южный ветер, говорите, зной будет, и бывает. Лицемеры, лицо земли и неба распознавать умеете, как же времени сего не узнаете. Зачем же вы и по самим себе не судите, чему быть должно? Когда ты идешь с соперником своим к начальству, то на дороге постарайся освободиться от него, чтобы он не привел тебя к судье, а судья не отдал тебя истязателю, а истязатель не вверг тебя в темницу. Сказываю тебе, не выйдешь оттуда, пока не отдашь и последней полушке. Псалом 28. Псалом Давида. Воздайте Господу, сыны Божии, воздайте Господу славу и честь, воздайте Господу славу имени Его, поклонитесь Господу в благолепие, слепном святилище Его. Глаз Господень над водами, Бог славы возгремел, Господь над водами многими, глаз Господа силен, глаз Господа величествен, глаз Господа сокрушает кедры, Господь сокрушает кедры ливанские и заставляет их скакать подобно тельцу, Ливан и Сирион подобно молодому единорогу. Глаз Господа высекает пламень огня, глаз Господа потрясает пустыню, потрясает Господь пустыню Кадес. Глаз Господа разрешает от бремени лани и обнажает леса, и во храме Его все возвещает о Его славе. Господь восседал над потопом и будет восседать Господь царем вовек. Господь даст силу народу своему, Господь благословит народ свой миром. Книга Бытие, глава двадцать восьмая. И призвал Исаака Акова и благословил его, и заповедал ему и сказал, не бери себе жены из дочерей ханаанских, встань, пойди в Месопотамию, в дом Вафуила, отца матери твоей, и возьми себе жену оттуда, из дочерей Лавана, брата матери твоей. Бог же всемогущий да благословит тебя, да расплодит тебя, и да размножит тебя, и да будет от тебя множество народов, и да даст тебе благословение Авраама, отца моего, тебе и потомству твоему с тобою, чтобы тебе наследовать землю странствования твоего, которую Бог дал Аврааму. И отпустил Исаака Акова, и он пошел в Месопотамию к Лавану, сыну Вафуила, арамеянину, к брату Ревеке, матери Иакова и Исаава. Исаав увидел, что Исаак благословил Акова, и благословляя, послал его в Месопотамию взять себе жену оттуда, и заповедал ему, сказав, не бери жены из дочерей хананских. И что Иаков послушался отца своего и матери своей, и пошел в Месопотамию. И увидел Исаав, что дочери хананские не угодны Исааку, отцу его. И пошел Исаав к Измаилу, и взял себе жену Махалафу, дочь Измаила, сына Авраамова, сестру Наваеофову, сверх других жен своих. Иаков же вышел из Версавии и пошел в Харан, и пришел на одно место и остался там ночевать, потому что зашло солнце, и взял один из камней того места и положил себе изголовьем, и лег на том месте. И увидел во сне, вот лестница стоит на земле, а верх ее касается небо. И вот ангелы Божьи восходят и нисходят по ней. И вот Господь стоит на ней и говорит, «Я Господь, Бог Авраама, Отца Твоего, и Бог Исаака, не бойся, землю, на которой ты лежишь, я дам тебе и потомству Твоему. И будет потомство Твое, как песок земной, и распространишься к морю, и к востоку, и к северу, и к полудню, и благословятся в тебе, и в семени Твоем, все племена земные. И вот я с тобою и сохраню тебя везде, куда ты не пойдешь, и возвращу тебя в сию землю, ибо я не оставлю тебя, доколе не исполню того, что я сказал тебе». Иаков пробудился от сна своего и сказал, «Истинно Господь присутствует на месте сем, а я не знал». И убоялся и сказал, «Как страшно сие место! Это не иное что, как Дом Божий, это врата небесные». И встал Иаков рано утром, и взял камень, который он положил себе изголовьем, и поставил его памятником, и возлил елей наверх его. И нарек Иаков имя месту тому Вифиль, а прежнее имя того города было Луз. «И положил Иаков обед, сказав, «Если Господь Бог будет со мною и сохранит меня в пути сем, в который я иду, и даст мне хлеб есть и одежду одеться, и я в мире возвращусь в дом Отца моего, и будет Господь моим Богом, то этот камень, который я поставил памятником, будет у меня Домом Божиим, и из всего, что ты, Боже, даруешь мне, я дам тебе десятую часть».